Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Итак, мы видим, что у меня намайнилось почти 5 монет, то есть 4,82. Сейчас я перекину эти монетки и с парамайнинга внизу монетки поднимутся на мой баланс. Что для этого делаю? Нажимаю на эту кнопочку Send. Сюда вставляю адрес кошелька человека, сюда его открытый ключ. Итак, я ввела данные, поставила 0,01. Здесь написала от кого и кому. Нажимаю на кнопочку и у нас, видите, появился процент за транзакцию. Нажимаем еще раз на эту кнопочку и вводим пароль. Парамайнинг остановился. Здесь у нас списалось 0,01 и 0,05. Это комиссия за транзакцию. Через 47 секунд парамайнинг заработает. И та цифра, которая здесь была, 4,82, перейдут наверх. Сегодня у нас 15 октября, воскресенье. 35 минут пятого. Последняя транзакция была в 15 часов сутки назад. То есть за сутки намайнилось почти 5 монет. Теперь вы понимаете, да, что 5 долларов за сутки на дороге нигде не валяются. Парамайнинг заработал. Деньги еще не перевелись наверх. Должно пройти 59 секунд. Вот, видите, на ваших глазах появилась транзакция плюс 4,83 монетки. Сегодня 16 октября, 9 часов вечера. Намайнилось 5 монет 424 тысячных. Ну вот 425. То есть майниться быстро. Если мы зайдем на криптомаркет и вставим в поисковике призм, вот он у нас вышел, и посмотрим его цену, то увидим, что по отношению к доллару он стоит 1 доллар 0,05 центов. Значит, у нас здесь намайнилось почти 6 долларов за сутки. Я опять сейчас переведу то, что намайнилось внизу на свой баланс. Заполняю данные одного из своих партнеров. Пишу кому от кого и нажимаю на зелененькую кнопочку. Вышла расценка за транзакцию. Еще раз нажимаю и ввожу пароль. Опять парамайнинг остановился. Почему я перевожу ежесуточно? Когда у меня будет майниться 10 монет в сутки, то я буду переводить 2 раза в день. Это называется сложные проценты. То есть, чем чаще переводите наверх, тем быстрее майниться на парамайнинге монеты. Итак, посмотрите. На балансе 1081. Сегодня у нас 18 октября. 2 часа ночи. Это прошло с прошлого перевода. В 9 часов был перевод. Получается 5,5 монет намайнилось за 29 часов. Итак, я перевела 0,01 опять. И сейчас дождемся, когда вот здесь появится парамайнинг. О, появилось. Итак, мы видим, что у нас с парамайнинга на наш баланс перекинулось 5,5 монет. И на балансе стало 1087 монет. Итак, сейчас 19 октября, без 5,3. Последняя транзакция была без 5,2. Для чего я делаю? Именно по времени. 15 числа я переводила в 16,33. Было 4,83 монеты. Сейчас здесь будет 4,83. Что я хочу этим сказать? С 14,15 часов 0,5 минут до 15,16.33 было намайнино 4,83 монеты. То есть за 25,5 часов. Сейчас прошло 24 часа. То есть на полчаса меньше. И за это время намайнилось 4,83 монеты. То есть на полчаса меньше. Ушло времени. За это время, если мы возьмем калькулятор, у нас намайнилось 4,83. 5,44. 5,44. И плюс 5,50. 15,77 монет. Сейчас я переведу монеты. Итак, парамайнинг включился. Значит, смотрим, что у нас транзакция прошла. И перевелось 4,83 монеты наверх. Итак, у нас на балансе 1091,78. В начале ролика я показывала, что было 1071,15 числа. Сегодня 19 октября, но 3 часа ночи. То есть за 3,5 дня у нас намайнилось 20 монет. Только вдумайтесь, за 3,5 дня 20 монет, которые на бирже можно продать 1 к 1 к доллару. То есть это 20 долларов. Повторюсь еще раз. 20 долларов за 3,5 дня на дороге вы нигде не найдете. Мешки таскать не надо. Утруждать себя тяжелой работой не надо. Положили деньги на кошелек. И майните, печатаете свои деньги. Для того, чтобы их отсюда вывезти, вы можете их вывезти через криптобест, через обменник, либо через биржу, где продаются эти монеты. В следующем ролике я протестирую, как выводятся эти монеты через биржу. У меня есть чат. Те, кто захотят воспользоваться таким станком, можете по ссылке, которая будет под этим роликом, зайти в этот чат и попросить монетку для майнинга. Но для этого у вас должен быть кошелек Advanced Cash, с которого вы будете пополнять свой кошелек. И, естественно, вам же нужно будет передать одну монетку другому человеку. Эта цепочка позволит вам иметь под собой одного человека. Здесь не нужно приглашать 100 или 200 человек, чтобы увеличить свой доход. Достаточно одному человеку передать монетку. Кто-то сейчас подумает, но ведь нужно завести какую-то сумму. Это же рискованно. Да, рискованно. Риски есть везде и всегда. Но даже в банк вы не пойдете без денег и не попросите, чтобы вам начислили проценты без вклада. И если вспомнить, как в 1991 году, и не только в 1991, банки всех надули, то можно смело утверждать, что и банки не дают 100% гарантии. А если посчитать, что за 3 дня с 1000 монет намайнилось 20 монет, то есть 20 долларов, то за месяц, включая реинвест, это будет приблизительно 200 долларов. А это 20% за первый только месяц. А в следующем месяце, опять же, учитывая реинвест, будет приблизительно 25% от вложенной вами суммы. И учитывая, что выводить можно в любой момент, через месяц после вложений, то выходит, что кошелек ваш ликвидный. Это как ваша кредитная карточка, на которой увеличиваются ежедневно доходы. Но прежде чем инвестировать в призм, советую изучить всю информацию досконально об этом инструменте и принять решение самостоятельно. Мне импонирует этот инструмент тем, что намайненные монеты я могу инвестировать в любой другой инструмент и в любимый мой Skyway, не в ущерб семейному бюджету, продвигая идею во благо человечества. Если вам была полезная информация, ставим лайк, подписываемся на мой канал. С вами была Валентина Синема. Всем удачи и успехов в бизнесе! Субтитры сделал DimaTorzok